Добрый вечер, господа. Начинаем наше большое реальное время на волнах радиостанции Финам-ФМ, ежедневный вечерний интерактивный канал. Я с вами буду ближайшие два часа. Сейчас у нас будет гость в студии прямого эфира. Таковым будет один из самых эпатажных, провокативных политологов Станислав Белковский. Кто смотрит прямую веб-трансляцию, тот удивлен. Пока его нет, ничего страшного. Белковский всегда опаздывает. Надо с ним уже ставки делать. Насколько он опаздывает и, соответственно, хоть чего-нибудь с него получить. Но, тем не менее, мы Стаса ждем. И я знаю, что он буквально с минуты на минуту уже появится здесь у нас в студии прямого эфира. По всей видимости, дверь открылась и он появляется. Коротко о том, что будет в 20 часов. Это традиционные итоги дня. Их полностью я решил сегодня посвятить главному событию. Как бы я ни относился, какие мысли не высказывал по этому поводу. Тем не менее, безусловно, главное событие – это прошедшие марши миллионов три. Безусловно, это все кавычем. На митинге как на работу. Вот так я назвал программу, которая выйдет с 20 до 21 часа. Но обыгрывая слова господина Навального. Навального у нас не будет в следующем часе, но будет точно. Илья Яшин, Владимир Милов, Павел Данилин, Эдуард Лимонов и даже Тина Канделаки пообещала поучаствовать в итогах дня на Финам-ФМ. Напомню, средства коммуникации, они вам точно понадобятся. Потому что, еще раз скажу, Станислав Белковский уже здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, мы будем с ним на ты, чтобы нам так проще общаться, чтобы у нас не было вот этой казуистики, выканье и так далее. Кого это напрягает, ну, как-то вот пообвыкнитесь, что называется. Поэтому напоминаю, средства связи 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона для ваших звонков finam.fm. Это, соответственно, наш портал в интернете. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. Еще один наш информационный ресурс в интернете – это сайт finam.info, где постоянно в круглосуточном режиме обновляются не только новости, но и обсуждения главных тем, связанных как с Россией, так и с Забугурием, как я говорю в таких случаях. Ну, и я подключил также уже и свой личный аккаунт в Твиттере. Вы можете им также пользоваться, отправляя свои комментарии или вопросы. Реальное время на Финам-ФМ. Ну, как тебе прошедшее мероприятие в субботу? Ну, в целом, на мой взгляд, оно было необходимо и неизбежно, потому что я считаю, что выходить на такие мероприятия нужно независимо от чего. Потому что если мы постановили, в том числе и в этой студии, и не один раз, что мы выходим ради себя, а не вождей, то надо выходить. Ты считаешь, то, что было предложено в качестве резолюции, принятой на этом митинге, на этом марше, это адекватная реакция на сегодняшнюю ситуацию? Нет, это стыд и позор. Это полная деградация тех, кто готовит эти резолюции. Сцена была невероятно скучна. Но это не значит, что выходить не нужно. Потому что выходим ради себя. Ты читал сегодня, да, мой блог? Да, конечно. Да, я написал, что я не пошел. При этом в пятницу, еще во время разговора с Явлинским здесь, да, он сидел на твоем месте, я доказывал, что это необходимо сделать. Но чуть позже мы остановимся на этом. Тем не менее, ты говоришь, выходить надо было. Конечно, надо было выходить, потому что мы должны быть последовательны и честны по отношению к самим себе, а не к так называемым лидерам народных протестов, которым мы ничем не обязаны и которых никто не выбирал. Если мы хотим сказать Кремлю, что у нас есть по-прежнему мобилизационный ресурс, чтобы влиять на Кремль, чтобы давить на Кремль, чтобы добиваться тех выдающихся результатов, может быть, не столь выдающихся, но все же значимых, каких добились Болотная площадь и проспект Сахарова в конце прошлого года, надо выходить. А кто там стоит на сцене? Уже совершенно не важно. Знаешь, кто-то, я уже не помню, я много сегодня читал, смотрел статьи и видеорепортажи, кто-то очень хорошо так написал. Организаторы остались очень довольны, публика была разочарована. Я не знаю, в чем можно было быть разочарованным после многих раз участия в подобных мероприятиях. Я, например, был очарован. Ты был очарован. Чем? Тем, что когда я зашел на проспект Сахарова, я увидел себя на билборде. Выяснил, причем в короне. Теперь я понимаю, почему ты поддерживаешь. Выяснилось, что один банк, я не буду произносить его название, чтобы меня не заподозрили в его скрытой рекламе. Тем более, легко в интернете найти при желании рекламировать какие-то кредиты под 14% в годовых рублях, используя мое лицо. И в короне. Поскольку я человек тщеславный, то сам факт изображения меня в короне, как говорит сейчас молодежь, вштырил меня не по-детски. То есть тебе было приятно? Мне было очень приятно. Но хотя это содержало скрытый намек, видимо, на мою причастность к финансированию акций, что совершенно не так, но это и породило и массу ассоциаций идей, которыми я поспешил поделиться с лидерами оппозиции. Что вообще оппозиционная риторика и символика может использоваться в рекламных целях и тем самым решить проблему оппозиции один раз и навсегда. Вот объяснение, пожалуйста, ради чего вот это вот все? То есть опять лозунги «Путин уходи», да? Нет, «Путин уходи», можно я закончу рекламные лозунги. Вот, например, просто после мероприятия, например, ну, когда я уже рекламировал кредиты банка за 14%, сам о том не зная, в Короне, в Короне замечу. Это явные указания на то, что я приду к власти рано или поздно. Его фотографию поведел другого в Короне. И Корона с головой мне не упал. Заметь, после этого мероприятия я случайно встретил Алексея Навального, которого ты давно не можешь встретить. Да, ну, я не особо сожалею, но тем не менее. Ну, я понял, нет, я просто понял, почему. Обычно охрана меня отгоняется, знаешь, как бомжи обычно отгоняют на вокзале. Охрана Навального? У него уже охрана есть. Ну, конечно, но просто я понял, почему этого не случилось в этот раз. Мы с Навальным давно не виделись, он забыл, как я выгляжу, поэтому он не понял, что это был я. Я поделился с ним идеей о том, что, может быть, использовать вот Навальный же член Совета директоров Аэрофлота, Аэрофлот входит в Альянс SkyTeam, как ты знаешь. Я подумал, прекрасный рекламный слоган, например, «Не забудем, не простим, летайте самолетами SkyTeam». Ну, это не реклама, да. Или, почему реклама, в честном виде, в смысле, что не забудем выехать в аэропорт вовремя, не простим ни одной скидки, которую могут предоставить нам авиакомпании Альянса SkyTeam. Или, например, я узнал, что митинг вела девушка по имени Изабель Макгоева. Ты знаешь, я более красивого имени не слышал практически последние лет 45. Мне кажется, это прекрасный бренд духов. Вот если все это объединить, можно создать абсолютно новую технологию финансирования оппозиции. Ты решил заработать на этом? Я нет. С другой стороны. Заработают они, но я просто считаю своим долгом это изложить, потому что как ветеран протестных действий я не могу скрывать те конструктивные идеи, которые все еще роятся в моей сидящей голове. Да, я понимаю, твой задор увидеть себя с коронной на голове, пообщаться с Навальным, охрана не отогнала. Ну, пообщаться это сильно сказано, я просто, да-да-да. Увидеть девушку, да, значит, замечательно. А девушку я не видел, не видел, только имя только. Потому что я стоял далеко от сценок, я не знаю, как она выглядит. Но имя очень красиво. Вот все-таки оппозиция выдохлась, вот исходя из того, что ты увидел седьмого, пятнадцатого числа. Выдохлись люди, которые стояли на сцене, но я бы не сказал, что выдохлась оппозиция. Например, появляются совершенно новые оппозиционные фигуры, которые, мне кажется, открывают дверь в будущее. Например, бывший главный редактор журнала «Вокруг света» и новый шеф-бюро «Радио Свобода» московского Маши Гессен. Ты знаешь, что на прошлой неделе Владимир Путин встречался с Машей Гессен и уговаривал ее остаться главным редактором журнала «Вокруг света», патронируемого русским географическим обществом, который возглавляет сам Путин вкупе с Сергеем Шойгу. Ты можешь вспомнить хоть один прецедент, чтобы Путин кого-то уговаривал остаться хоть на какой-то должности? Особенно учитывая, что Маша... Я не обладаю таким масштабом инсайдерской информации, как ты. Я тоже, нет. Но Маша Гессен тем более издала в этом году в Европе книгу очень критическую по отношению к Владимиру Путину. И поэтому сегодня я уже обратился через газету «Московский комсомолец» к Координационному совету оппозиции, который сейчас формируется, с призывом, конечно, кооптировать Машу Гессена, назначить ее главным переговорщиком, потому что, мне кажется, именно она в состоянии решить эту проблему. А с чем связано это ухаживание, на твой взгляд? Оно связано... Ну, полностью объяснить его я не могу. Если бы я мог его объяснить, наверное, мне было бы тяжелее рекламировать этот сюжет. И тем не менее? Тем, что Владимир Владимирович устал от бремени государственных обязанностей, все же связано с животными и разными промежуточными формами жизни, сейчас интересует его гораздо больше, чем власть. Кроме того, Маша Гессена является формальным и фактическим представителем и очень влиятельным представителем ЛГБТ-сообщества в Российской Федерации. И поэтому я думаю, что этот фазовый переход между мужской властью и женской властью, между брутальностью и мягкостью, между черствостью и нежностью, как раз для него ЛГБТ-сообщество оптимально подходит. Но и сами выбираем... Громкое заявление, Станислав. Я надеюсь, что... Как там работают все радиоприемники Советского Союза? В том числе и в Кремле, да? Да. И я надеюсь, что успешным будет и проект Координационного совета оппозиции, который сейчас формируется. Ты знаешь, наверное, что завершена регистрация участников. Там прибыла на прекрасном... 15-го, кстати, у нас завершилась. Ну, фактически, насколько я понимаю, можно было регистрироваться до сегодняшнего дня, поскольку была применена маленькая хитрость. Меня об этом никто официально не сообщал, но... Она была применена. Я, как бывший системный программист, подозреваю, что она была применена. То есть, как бы, заявки принимались по 15-е. А обнародовались последние заявки сегодня, 17-го. Да, ну и как бы можно было сделать вид... Из этой серии для Дмитрия Быков, да? Ксения Собчак. Можно было сделать вид, что заявки поданы 15-го, но фактически все решалось в последние часы и минуты в зависимости от разных превходящих обстоятельств. Ясно, что Координационный совет оппозиции создается только для одного. Для легитимации и легализации нашего общего друга Алексея Навального в качестве единоличного и эксклюзивного лидера оппозиции. Я лично это поддерживаю, потому что Навальный действительно зарекомендовал себя как самый талантливый российский политик. Сейчас мы начнем с тобой спорить. Единственное, что мне мешает... Ты подожди. Что, реклама, что ли, как всегда? Это надо сейчас выпустить, да, во-первых, новости, во-вторых, рекламу. И затем мы начнем наш жаркий спор по поводу Навального, без Навального, с Станиславом Белковским. Тем более мы все время пообещали, что... Я видел с Навального недавно, а ты давно. Поэтому у тебя ревность, ревность, да. А, это у меня... Ничего такого... Меня тоже охрана подпускает. ...происки Белковского. Краткий выпуск новостей. 19 часов 17 минут в российской столице. Это реальное время. Финам.фм. Здесь, напротив меня, в московской студии прямого эфира нашей станции, Станислав Белковский. К вашим услугам наш портал финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Туда можете направлять свои письма. Кроме того, мой личный аккаунт в Твиттере. И работает многоканальный телефон. Но его я подключу чуть позже. В этой четверти мы будем спорить с моим другом Белковским, да, по поводу его друга Навального, да. Причем будем спорить беспощадно и жестко. По поводу моего, по поводу нашего общего друга Навального. Какой-то Навальный друг народа, как марат. Вот объясни мне, пожалуйста, почему ты его постоянно восхваляешь? Ты говоришь, это единственный лидер. Это единственный, кто может. Это единственный, ну, Светоч, практически уже полубог, который можно сравнить уже с Владимиром Владимировичем. Нет, ну, мне кажется, с Владимиром Владимировичем сравнивать его, это вчерашний день. А, вот так. Владимир Владимировичем можно с ним сравнивать. Это Станислав Белковский, я просто напомню. По отдельным критериям и параметрам. Нет, ну, во-первых, я восхваляю его не всегда, только через раз. Во-вторых, я хотел защитить его от тебя, когда ты жаловался на Навального по поводу его неявки в программе с Андреем Исаевым. В наше время это одно и то же. Жаловаться и констатировать, потому что я помню, когда Навальный триумфально победил депутата Единой России Евгения Федорова в этой студии, когда я родилась. Сидел на твоем месте, кстати, да. Знаменитая партия, скорее, я сижу на его месте. Потому что если вести себя нескромно, то после прихода Навального к власти можно очень сильно огрести. А, вот так вот. Да, поэтому давай будем скромнее. Тогда Алексей Анатольевич мне сказал, что, знаешь, если бы Евгений Федоров, вот тогда родилась партия жуликов-воров, ты помнишь, если бы Евгений Федоров, представитель Единой России, в студии сидел один без меня, то Единая Россия была бы дискредитирована еще больше. Я думаю, что, следуя именно этому принципу, он и не пришел на эфир с Андреем Исаевым, чтобы дать возможность партии жуликов-воров еще больше дискредитировать себя. Но за 2012 год я вот сейчас создал новую организацию. Она называется Фонд Станислава Белковского, сокращенно ФСБ. Это уже придает ей определенный авторитет. Как ты понимаешь, в нашем обществе, где не все разбираются, что к чему. И Фонд ФСБ занимается проблемами астрополитологии. Это новая научная дисциплина, которая работает на стыке собственно политологических знаний и астрологии. Так. С помощью методов астрополитологии. Меня уже пугаешь. Путем привлечения ведущих астрологов в страну я пришел к выводу, что действительно Навальный является идеальным переговорщиком с Владимиром Путиным по ключевым проблемам развития страны, а также взаимодействия власти и оппозиции. Да. Потому что они абсолютно с Путиным астрологически идеально совместимы. Они оба родились в год Черного Дракона. И астрологически Навальный родился в 76-м году, Путин в 1252-м. Он, наверное, отмечает в этом году 60-летие вскоре. Навальный как бы сын Путина. Третий человек в этой триаде — это Рамзан Кадыров. Он тоже родился в 76-м году. И мы видим, насколько продуктивным и органичным является сотрудничество Путина с Кадыровым. Поэтому я разработал концепцию, которая называется «Три дракона», в соответствии с которой Путин должен вести переговоры с Навальным под гарантией и под присмотром Кадырова. Я думаю, что это очень эффективный метод. И если Навальный будет избран председателем Координационного совета оппозиции, вероятность высока, то это, безусловно, даст огромный импульс самого формата переговоров, формата диалогов. Но ни в коем случае нельзя сбрасывать с счетов Машу Гессен, который уже является сегодня важнейшим субъектом влияния Владимира Путина. Я думаю, что тандем Навального и Маши Гессен способен свернуть горы. В смысле, именно взаимодействие власти и гражданского общества и того диалога, о котором ты говоришь. — Готов к диалогу. — Я думаю, что Владимир Леонидовича все уже очень сильно достало. Я не отказываюсь от своих старых идей о том, что он устал от власти. Путин очень часто сравнивали с Наполеоном Бонапартом. Это сравнение никогда не казалось мне слишком уместным, потому что Наполеон был провинциалом, итальянцем, едва говорившим по-французски в момент начала своей карьеры, который в 24 года стал генералом, а Путин только в 47 полковником. А в 35 лет Наполеон был уже императором, и Наполеон моментально принимал решения, которые меняли судьбы всей Европы, например, когда он восходил на Аркольский мост. И не только судьбы Европы, но и судьбы его собственной, потому что на Аркольском мосту его могли убить в любую секунду. Это он мог посадить Гёте в первый ряд во время встречи в Саксонии с императорами Францем Вторым и Александром Первым, нашим российским. И в ответ на вопрос, откуда он хорошо знает литературу, ответить, будучи лейтенантом Воланси, я немного читал, унизив тем самым все ключевые династии Европы и тем самым предопределив собственную судьбу. Но Наполеон сказал одну фразу, под которую Путин подписался бы всеми руками, ногами и даже всей объемом своей неизрасходованной крови. Наполеон сказал, я никогда не принимал самостоятельных решений, а всегда был заложником обстоятельств. Это неправда. Наполеон принимал самостоятельные решения, но он оценивал себя всегда как заложник обстоятельств, и к Путину это очень относится. То есть ты это экстраполируешь на личном призме? Да, я думаю, что именно в этом Наполеон и Путин очень и очень сходится. А почему ты считаешь, что вообще Путин должен с Навальным вести переговоры? Вот даже если произойдет легитимация и выборы в этот координационный совет, я надеюсь, они там пройдут успешно, все будут избраны. Понятно, что он победит, я имею в виду, Навальный, и обойдет всех в разы. Но, Стас, он король сетей, но не более того. Кто тебе сказал, что он популярен в обществе? Ну сети вообще носят сакральный характер. Помнишь, Евангелие от Матфея? Подожди, нет, нет, ну сети, как же уловлять души-то как? Может, только с помощью сетей? Учил нас Господь наш Иисус Христос, а Пушкин сказал, мы реожены, и тебя ожидают иные заботы, будешь умы уловлять, будешь помощник царям, обращаясь к какому-то будущему Навальному через двухсотлетний мрак, отделяющий нас от той эпохи. Нет, я думаю, что астрологически, я объяснил, это именно астрополитологическое объяснение имеет, потому что Путину должен быть комфортно с тем, с кем он разговаривает. Плюс у нас есть Маша Гессен в запасе, не надо забывать. Что ж ты не пиаришь так? Нет, нет, нет. Раньше про меня говорили, что я политический отец Навального, что неправда. Может быть, сейчас про меня начнут говорить, что я политический отец Маши Гессен. Что ты не против уже? Ну куда уж, после того, как я в короне, изображен на проспекте Сахарова, куда уже на дороге назад, нет, а отступать некуда позади Москва. Ну и в-третьих, конечно, в Конституционный Совет оппозиции будет избрана Ксения Анатольевна Собчак, которая без всяких драков тоже может быть переговорщиком, потому что, на мой взгляд, Владимир Путин готов уже ее простить. Это мое чистое субъективное мнение по старому анекдоту про Рабиновича и Хаймовича. И даже, я думаю, ей будут возвращены деньги, хотя не обязательно в тех же самых конвертерах, в которых они изымались. Потому что в наше время, значит, конвертеров производится много, и конвертная промышленность работает как подорванная. — Ну, все-таки я вернусь к своему вопросу. Кроме астрополитологии, да, и тех факторов, о которых ты говоришь, да, фонд ФСБ, значит, да, главное не перепутать с учреждением на Лубенке. У тебя, надеюсь, офис не на Лубенке или на Лубенке? — Пока нет, но это же, когда придем к власти... — Ты знаешь, это я утрамбовал Гудкова-то, Геннадий Владимирович. — Куда ты его утрамбовал? — Туда, куда он утрамбовался. 24 декабря 2011 года я пытался ничтожиться, умняшиться, как один из спонсоров митинга на проспекте Сахарова и ветеран протестного движения пройти в зону организаторов, так называемую, она же вип-зона. — Так. — Конечно, Господь... — Тебя не пустили? — Господь покорал меня за тщеславие, меня туда не пустили. Я заставил какая-то огромная прорубь народу, ни одного из людей я не знал в лицо, а как ветеран протестных действий, хотя и тяготеющий к маразму. Я настаиваю на том, что я всех ветеранов протестных действий знаю в лицо. И там было явно дано указание меня не пускать в зону организаторов по одной единственной причине. Потому что накануне я устроил истерику в интернете, истерику устроить вообще нехорошо, и в этом смысле я раскаиваюсь, на тему о том, что нехорошо сливать проспект Сахарова под Прохорова и Кудрина. Я имею в виду Михаила Дмитриевича Прохорова и Алексея Леонидовича Кудрина. И я как-то, ты знаешь, я человек спокойный, даже глубоко флегматичный где-то, но в тот момент я не выдержал и сказал этим охранникам, ну что, в общем, настал вам, как говорится, в экономической науке трендец. Он и настал. Что ты думаешь? Не прошло и нескольких месяцев. Завтра, Геннадий Гудков, у меня будет в реальном времени. Я ему скажу. Вот ферма аскорта прекратила существование. Поэтому у меня убедительная просьба на следующие митинги, пожалуйста, если вы видите меня идущим через рамку, пускайте меня, пожалуйста. А ты думаешь, следующие митинги будут? Да, конечно, потому что я еще раз настаиваю на том, что эти митинги нужны нам. Что я иду на митинг, не зная, кто будет выступать. Зная, что будет говорить, и зная, что никто не скажет ничего нового. Но я туда иду, потому что я точно знаю, что если я туда не приду, я просто, ты знаешь, я долго не ходил, потому что я болел. Сейчас я перестал болеть, значит, уже у меня никакой отмазки нет, отговорки нет, я должен ходить. Потому что если я туда не приду, то тогда я дам только еще 10 тысяч козырей Кремлю заявить, что все люди перестали ходить. Протест выдохся, политическая реформа не нужна. Но люди действительно перестали ходить? Это не те уже массы, которые были? Ты знаешь, вот у меня есть друг профессора Никиты Кричевский. Который вроде как депутатом в Госдуме? Да, не Навальным единым, жив человек в нашу эпоху. Он работал у меня в Институте национальной стратегии, который сошел до фонда Станислава Белковского, до ФСБ, научным руководителем. Мы с ним готовили доклады различные. И недавно, сейчас он стал депутатом «Осправедливой России». Естественно, вместо Гудкова, потому что разгромив предприятие «Аскорт», я не мог допустить, чтобы кто-то, кроме моего друга Никита Александровича... Никита Александровича Кричевского мог получить этот депутатский мандат, хотя желающих был дофига. Я прошу прощения за использование этого неполиткорректного термина. И мы с профессором Кричевским, как раз за выходные, разработали теорию Белковского-Кричевского о численности и явке на митинге. Мы поняли одну простую вещь, проанализировав с помощью математических методов. С одной стороны, данные, которые давало ГУВД Москвы, начиная с Болотной площади. С другой стороны, данные, которые давали организаторы всех митингов, мы поняли одно, что ГУВД всегда занижает число... Истинно посередине. ГУВД всегда занижает число митингующих в Е раз. Ты помнишь, что Е — это число основания натурального логарифма, 2,72, а организаторы завышают в Пи раз, то есть в 3,14. Поэтому, если посчитать, исходя из нашего правила Белковского-Кричевского, то получается 30-40 тысяч участников. Но в качестве альтернативы можно предложить действительно гражданские компромиссы, подписать пакт, согласно которому ГУВД Москвы и Координационный совет оппозиции во главе с Алексеем Анатольевичем Навальным договорятся о том, что в конечном итоге будет объявляться цифра ровно посередине... Слушай, а ты реально считаешь Навального лидером, да? Да. Это лидер оппозиционного движения. Ну, то, что он будет... Отец родной для всех. Ну, он старший брат родной для всех, потому что все-таки он еще слишком молод даться, особенно в лице Иосифа Сырёновича, ему далеко к тому же надо отращивать усы, я не уверен, что они ему пойдут, я имею в виду Алексея Анатольевича, потому что Иосиф Сырёновича они уже пошли, и не один раз. Но я уже привел все аргументы, почему он, как самый талантливый политик последних трех лет, должен возглавить координационный совет, и почему именно он хотя бы на теоретическом уровне, но не считая Маши Гессена, Ксении Собчак, которые вне конкуренции, может вести переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным под гарантией Рамзана Ахматовича Кадырова, что может изменить судьбу протестного движения в России и сам вектор взаимодействия власти и оппозиции. Вот как говорил ныне покойный первый президент России, вот вам и загогулина от Станислава Белковского. С рокировочкой. С рокировочкой, да. Значит, я хочу сейчас, слушатели Финам ФМ, простите, никак не могу от этой простуды злостной освободиться, задать вам вопрос, вы сейчас будете голосовать, пока будут идти новости. Вопрос очень простой. Вы считаете Алексея Навального лидером российской оппозиции, лидером российского протестного движения. Да, 5533 смс-сообщение с буквой А. Нет, Навальный никакой не лидер. Как говорит в таких случаях сам Навальный, да или нет? СМС-сообщение с буквой Б. Еще раз, значит, Навальный реальный лидер российского протестного движения, 5533 смс-сообщение с буквой А. Нет, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Пока идут новости, вы голосуйте. 19 часов 31, уже практически 32 минуты в российской столице, Финам.фм, реальное время, здесь у нас в гостях Станислав Белковский, ваши вопросы к Станиславу на 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, письма на финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция, и идет голосование. Вот это очень принципиально, вы сами понимаете, мне очень важно получить вот результат по Навальному, да, если мой сегодняшний гость Стас Белковский говорит, что это лидер, лидер, реальный лидер. Ну, по астрологическим критериям, потому что они оба родились в гост черного дракона. Это Белковский на вас давит просто, вот давит своим астрополитологическим прогнозом, да, не поддавайтесь на это, но тем не менее голосуйте. Если вы считаете Алексея Навального, Алексея Анатольевича, да? Алексея Анатольевича. Алексея Анатольевича Навального реальным лидером российской оппозиции. Я считаю, что человек, который не знает Навального по отчеству, ему нет места в Новой России. Я не знаю, ты знаешь, вот я не знаю. Я тебя буду писать смс-кой каждый день. Да, значит, если вы считаете Алексея Навального реальным лидером российской оппозиции, российского протестного движения, то, пожалуйста, на 55.33 отправьте смс-сообщение с буквой А. Вы так не считаете? 55.33 смс-сообщение с буквой «Б». Пожалуйста, я вас прошу, проголосуйте. Сейчас с 19.33 до 19.35 идет голосование. Навальный реальный лидер оппозиции. 55.33 смс-сообщение с буквой «А». Нет, 55.33 смс-сообщение с буквой «Б». Теперь я буду тебе зачитывать письма, да? Ну, например, от Василия из Воронежа. Похоже, что с Гессен Белковский просто стебается, несерьезно ведет беседу. Ну, я могу сказать следующее. Понимаете, если президент России, с которым очень сложно встретиться, которым пробиваются на прием министры-олигархи месяцами, уделяя значительное внимание, во-первых, сначала Журавлям, потом полтора года тренируется летать на дельтаплане, потом долго встречается с Машей Гессен, уговаривая ее остаться во главе журнала «Вокруг света», при том, что Маша Гессен официально позиционирована как оппонент и критик Владимира Путина, я готов признать этого человека кем угодно, но только не фигляром и не клоуном. Знаете, поэтому кто тут стебается? Стебаться здесь может только Владимир Владимирович. И если он не смеялся на встрече с Машей Гессен, то, во-первых, мы узнали о том, что у него, так сказать, действительно времени дофига, а во-вторых, действительно, Маша Гессен имеет на него огромный ресурс влияния, если этот ресурс не будет использован вкупе с ресурсом ЛГБТ-сообщества, то я считаю, что оппозиция упустит еще один шанс, независимо от состава Координационного Совета, поэтому еще раз повторяю, я сегодня предложил кооптировать Совет Машу Гессен помимо официальной процедуры выборов через систему Демократия-2. Ну и еще один вопрос от Василия из Воронежа. А за кого будет голосовать в Координационном Совете сам Белковский? Я вот подумал бы проголосовать за Максима Кацца, пишет Василий. Ну, Максим Кацца... На наши с тобой последние встречи в этой студии даже дозвонился. Настолько часто дозвонился в эту студию, что голосование за него с моей стороны уже воспринималось бы как непотизм. Неужели ты за Навального будешь голосовать? Нет, я уже официально объявил, на фейсбуке написал, что я буду, это совершенно серьезно, я буду голосовать за Даниила Ильича Константинова, сына моего друга Ильи Константинова, который сейчас находится в тюрьме. Я считаю, думаю, что Навальный, Собчак и другие фавориты гонки получат свои голоса и без меня, а Даниилу Константинову они действительно нужны. Любые. Ну, тем не менее, продолжают слушатели тебя критиковать. Олег пишет, Белковский уже утомил, я понимаю, что демагогия его конек, но уже притворно все подряд молотит, и про сети, и про астрологию Гудкова и прочее. Ну, несерьезно, молодец, что ходил, скажите ему спасибо и отпустите. Олег, отпускать я Белковского до конца часа точно не буду, но как откомментируешь слушателю? Я думаю, что если Белковский утомил, то это хорошо, потому что в 19.35 как раз это хорошее время для ужина и аперитива, и, в общем, здоровая усталость, которая должна быть в человеке, если я ее простимулирую. Тем не менее, я думаю, что отличный ужин именно в нашем эфире, именно в реальном времени и с моим гостем. Эдуард пишет, вопрос к господину Белковскому, способен ли господин Путин уйти самостоятельно по собственной доброй воле, или для него это уже невозможно? — Возвращаясь к истории с Наполеоном и заложникам обстоятельств, я считаю, что он хотел бы уйти по собственной воле уже давно, ему это сделать очень сложно. И самое главное — не ставить вопрос о том, кому Путин лично передаст власть. Надо ставить вопрос о том, какой новой системе политических институтов Путин передаст власть в 2017-2018 годах. И с моей точки зрения оптимальный вариант — это парламентская демократия, возможно, в формате конституционной монархии. — Так, 36 минут, я остановил СМС голосования, все, точка. Ну, что хочу сказать. Алексей Анатольевич не получил тот процент поддержки, который он получил во время небезызвестного эфира с господином Федоровым. 60 процентов, вот ты не поверишь, по нулям прям, 60 процентов проголосовавших считают его реальным лидером. — И 60 против, что значит, по нулям. — А 40, нет, а 40 так не считают, и того 100. — Ну, довольно много. — Ну, довольно много. 40 процентов то, что он не получил, это тоже много для аудитории Финам-ФМ, которая, в общем-то, очень протестно настроена. — Может быть, это говорит о том, что он стал серьезнее, и поэтому стало серьезнее к нему отношение. Если люди раньше менее ответственно подходили к такому голосованию, то сегодня они понимают, что дело пахнет керосином. — А ты считаешь, что дело пахнет керосином? — В сырьевой экономике оно всегда пахнет керосином. — Да ладно, а не в сырьевой? Она чем-то другим попахивает. — Амброзий. Духами Изабель Макгоева, который только что предложил создать для финансирования оппозиции. — Василий из Москвы просит тебя следующий такой вопрос. — Могли бы поставить себя на место Путина и рассмотреть с его позицией, какая возможна реакция на протестные митинги? Что они для него означают? Готов ли он к компромиссу, в том числе по передаче местного самоправления разного уровня представителям оппозиции? Спасибо, Василий, Москва. — Вы будете смеяться, но я считаю, что он отчасти к этому готов. Что он уже не относится к оппозиции, к оппозиционным выступлениям так легкомысленно, как в прошлом году, когда он говорил про бандерлагов. Как правильно заметил один мой приятель, депутат от «Единой России», я не буду называть его имени, чтобы не подставить его в глазах руководящих органов партии жуликов и воров, а заодно и в глазах аудитории, которая вспомнит о том, что он член партии жуликов и воров, хотя он, в принципе, неплохой и порядочный человек. — Там немного. — Путин, как всякий стареющий диктатор, нуждается не столько во власти, сколько в любви. И поэтому я думаю, что вопрос примирения с активной частью российского общества примирения с русскими образованными горожанами, рогами, как мы их назвали с Юрием Проньковым в этой студии, для него стоит более чем актуально. Поэтому уступки возможны. Важно просто найти формат, как постребовать эти уступки, как использовать их. И для оппозиции очень важно и не чинать кричать, как прикоснувшись к оскаленной сковородке, что власть все равно нас обманет. Да, конечно, она нас обманет, но мы для того и существуем, чтобы она нас не обманула. — Вот Алексей Ворошцов. Я напомню, здесь Станислав Белковский. В реальном времени работаем в онлайне. Идет прямая веб-трансляция на портале финам.фм. Там же можно, туда же можно направлять свои вопросы. 65 10 99 6, код Москва 495. Для ваших телефонных звонков. Алексей Ворошцов пишет. Очевидно, что протестная волна начала спадать. Болотная оппозиция оказалась... Я тебе цитирую, как приходит, да, без редактуры. Болотная оппозиция оказалась не способна предложить вразумительные альтернативы власти, ограничившись популистскими лозунгами. Не кажется ли вам, что еще два-три провальных марша и лавочку пора уже будет закрывать? В чем нуждается оппозиция сегодня? Это тебя вопрошают, да? Не кажется ли вам, что эта оппозиция себя исчерпала и Россия нуждается в новой, более толковой, Алексей? Да, я с этим полностью согласен. С одной стороны, да, нужны новые фигуры, новые идеи, новые лица. Нужно, в первую очередь, делать ставку на лица, которые занимаются не личной капитализацией, а достижением общих политических целей. Очень важен, как ты совершенно правильно заметил, формат диалога с Владимиром Путином, потому что вне рамок этого формата обсуждение политической... Вообще, я принципиально стою на этой позиции. Невозможно, невозможно. В этом смысле все люди, которые могут говорить с Путиным, должны быть в оппозиции в авангарде и на авансцене. Но вместе с тем я считаю, что Россия входит в новый исторический этап, когда решают не вожди, а команда. Когда важны не только и не столько лидеры, но политическое и гражданское самосознание каждого человека. Поэтому выходить на площади все равно надо, потому что это надо нам. Не каким-то им, а нам. Так, давай сейчас и телефон будем подключать. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Меня зовут Илья. Да, Илья, пожалуйста. Вопрос к Таниславу. Вот если проводить... Я понимаю, что это не очень корректно, но все-таки проводить некую политическую параллелью с текущей ситуацией, с ситуацией накануне двух революций, с Новосибирской и Оркябрьской. Вот если сейчас в России сила, аналогичная большевикам тогда, которые могут в случае большого беспорядка жесткой рукой захватить власть и начать жестко, может быть, жестоко решать какие-то свои проблемы, оттеснив при этом всех остальных. Спасибо вам. Я хочу сказать, что... Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что накануне двух революций такой силы тоже не было. В декабре 1916 года Владимир Ильич Ленин заявил, что наше поколение, то есть их поколение, не доживет до революции в России. В марте 1917, получив известие об отречении Николая II, Ленин сначала в него не верил. Не было интернета и других средств моментальной коммуникации, которые могли бы это ему подтвердить. Но ситуация изменилась качественно. Россия уже не та страна. В ней сформировался европейский класс. Пусть он малочислен, но задача формирования двухпроцентной критической массы русских европейцев, которые в состоянии изменить вектор сам направления, вектор развития России, судьбы России, он идет стремительным домкратом. И в этом смысле я и себе вешаю на голову эту корону, потому что моя статья 2% на эту тему вышла еще в 2006 году, и события с тех пор развиваются именно в этом направлении. И поэтому я считаю, что сегодня активная часть российского общества не готова принять эту жесткую подавляющую силу. Россия идет в направлении парламентской демократии и мягкой власти. И утопить страну в крови, наверное, кто-то может. Но это совершенно, во-первых, не то, к чему мы должны стремиться, а во-вторых, это не то, к чему стремятся те люди, которые сегодня являются главной движущей силой так называемых массовых протестов. Станислав Белковский, «Реальное время Финам.ФМ». Дмитрий пишет вопрос. Станиславу, почему оппозиция, причем оппозиция в кавычках, за год так и не составила внятной программы, кроме лозунгов и митингов, так ничего и не появилось. Открываю программу «Чириковой», причем опять программа в кавычках, и мне смешно становится, пишет Дмитрий, это не программа, а рассуждение в стиле, как бы нам Россию-матушку обустроить, потому что оппозиция так и не адаптировалась к новым условиям, она не поняла, что... Так чего не хватает? Подожди, ну вот чего не хватает? Не хватает понимания того, что происходит в стране, потому что паства сегодняшней оппозиции, вот эти 2%, это не вчерашнее быдло, и крики «не забудем, не простим» не работают. Не работают, потому что, может быть, и забудем, может быть, и простим, но сказать надо что-то другое. Нужно найти совершенно новые слова. А это трудно. И выражения. А это трудно, потому что, когда человек стремится к личной капитализации, то есть, когда человеку важно, чтобы его рейтинг вырос, например, с 12% до 15%, или с 15% до 20%, то перед ним не стоит коллективных задач. Может быть, Координационный совет оппозиции решит эту проблему, может быть, нет. Но, тем не менее, если ее не решить, то ни о какой мирной смене власти в диалоге сегодняшней оппозиции говорить не приходится. То есть много будет зависеть не только от Путина, но и от оппозиционеров, которые соберутся. В святое место пустое не бывает. Оппозиционеры найдутся. Согласно закону Белкова... Эти или другие. Да, согласно закону Белковского в истории всегда происходит то, что должно произойти. Оно и произойдет. Я уверен, что Россия станет парламентской демократией. Я хотел бы, чтобы в формате конституционной монархии, поскольку он наиболее органично сочетает исторические традиции России собственно с тем парламентским будущим, которое для нас абсолютно необходимо. Но это случится, если кто-то думает, что он приватизировал места оппозиции и теперь будет сдавать их в аренду, то он глубоко заблуждается. Алексей из Новокузнецка пишет, я не считаю, что протестное движение выдохлось, если оно переходит в другое качество, которое, на мой взгляд, взрывоопасно, имя и революция. Как вы думаете, если Путин будет продолжать игнорировать требования, чем это может, что может произойти? Ну, я прошу заметить, что Станислав уже высказался главную такую принципиальную мысль о том, что Владимир Путин готов на самом деле к разговору. Вопрос теперь с кем? Я думаю, что, скажем так, если он готов к разговору и не в полном объеме, и не по всем вопросам, то, по крайней мере... Главное начать. Да, отчасти он к разговору готов. Поэтому вот этот формат диалога и нужно сформировать. Сегодня, мне кажется, оппозиция еще не в полной мере осознала это. Но в конце концов, состав оппозиции может поменяться и расшириться. Я не вижу в этом ничего удивительного. В конце концов, и те фигуры оппозиции, которые сегодня на переднем плане, мы еще два года, два-три года назад о них не знали ничего. Поэтому... И вообще, мы прожили за последние 20 лет яркую, интересную жизнь, в которую происходило многое из того, во что невозможно было поверить. Начиная от обороны Белого дома в августе 91-го и крушение Советского Союза. И продолжаем многим другим, включая серию цветных революций на постсоветском пространстве. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Здесь, в реальном времени, на Финам.фм. Станислав Белковский. Пока идут новости, пишите на финам.фм. Я могу, кстати, сказать, что я не только сегодня буду с вами два часа с 19 до 21, но и все ближайшие три недели. Вот так вот. То есть, многие из вас хотели этого. Вот три недели подряд я буду вести реальное время свою авторскую программу и итоги дня. Ну, а здесь и сейчас у нас Станислав Белковский, 65 1099, 6, код Москвы 495, финам.фм. Наши средства связи. Вот отличный вопрос, Василий. А Навальный больше стремится к личной капитализации или командной игре? Как всякий дракон по гороскопу, я возвращаюсь к астрополитологии, Навальный не может быть командным игроком в чистом виде. А к чему он лично стремится, я думаю, что вы сможете задать этот вопрос в эфире радиофинам.фм, когда все-таки он в нем появится. Ушел от ответа. Дальше идем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, добрый день. Выключите, пожалуйста, приемник, представляйтесь. Да-да-да, Михаил, Москва. Маленькое замечание тут вопрос популярности Навального. Сейчас в пороге на трешку видел машину с милой девушкой за рулем с надписью за Навального. Первый раз такое, честно, вижу. И, собственно, вопрос... Ключевой момент-то, милая девушка. Вот. Вопрос хотелось бы услышать мнение Станислава по поводу ситуации в Химках, насколько реально возможна победа Чириковой. И, собственно, если она все-таки победит, каким он видит развитие там ситуации. Спасибо, Михаил, пожалуйста. По всем социологическим данным Чирикова в состоянии победить, если бы КПРФ, СССР и другие оппозиционные структуры единодушно ее поддержали, она победила бы с очень высокой вероятностью, но, к сожалению, этого не случилось, что еще раз показало, что оппозиция не готова к реальной борьбе там, где победа близка, как никогда, и находится на расстоянии вытянутого мизинца. А может быть, оппозиция, прости, я тебя перебью, может, оппозиция вообще не готова брать власть в руки по-взрослому, по-серьезному? О которой я говорил уже много лет. Конечно, конечно. Это и есть главная проблема. Проблема не в Путине. Проблема именно в этом. Проблема в Путине тоже, но в первую очередь именно в том, что оппозиция не готова брать власть и чаще всего рассматривает политику как форму бизнеса. Риторика Евгении Сергеевны Чириковой, которая в последнее время серьезно меняется, показывает, что она быстро обучаемая, и она уже гораздо больше выглядит как будущий мэр Химок, нежели как просто протестный активист. Поэтому могу пожелать ей удачи, но на сегодняшний день прогнозировать исход этих выборов не берусь, потому что, еще раз говорю, оппозиция испортила все, что возможно. Выдвинуто огромное количество кандидатов, большинство из которых мешает Чириковой, а административному ресурсу, исполняющего обязанности главы муниципального образования Химки Олега Шахова, бывшего вице-губернатора Рязанской и Воронежской областей, не мешает практически ничего. Ну, кстати, сегодня в СОМ распространил свой релиз исследования, о том, что господин Шахов вроде как там имеет превалирующие проценты. Но это вот оценка именно социологов этого центра. Хороший вопрос, Станислав. И в предложении, что называется тема. Станислав, вам не кажется, что оппозиции необходимо сильнее участвовать во всех выборных кампаниях, чтобы показать Владимиру Путину, что у оппозиции есть реальная поддержка населения? Вот я боюсь того, что на самом деле оппозиция может и прилететь. Стас, как фанера над Парижем. Ну, как фанера над Парижем это еще не так плохо. Пролететь можно и сильнее. Еще в мае этого года я предлагал оппозиции составить список всех регионов и муниципальных образований, где можно выиграть выбор уже этой осени. Оппозиционеры категорически от этого отказались. Осень пропущена. Ни в одном регионе и серьезном городе, где сейчас идут губернаторские выборы и выборы мэров. А это мэры, это Калининград и Химки, в первую очередь. Губернатор, это в первую очередь Великий Новгород, например, где начиналась российская государственность в 862 году и который важен еще и как символ европейской альтернативы, как гонзейский город, который формировал традицию альтернативной московской, монгольской традиции российской государственности. Нигде не выдвинут единый оппозиционный кандидат, нигде не обиденные усилия, никто ничем не занимается. Поэтому последний шанс оппозиции это все-таки консолидироваться весной, когда снова будет череда губернаторских и мэрских выборов. Если этого не случится, мы увидим другую оппозицию. Так, добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня зовут Григорий, город Москва. Да, Григорий. Я хотел бы узнать мнение Станислава по поводу партии Яблоко и Григория Юлинского и ихнего будущего в современной российской политике. Потому что, как мне кажется, как раз вы сейчас ошибали идею с выборами и оппозиции. Об этом Невминский говорил в пятницу, но, по-моему, народ его не слышит. Спасибо. Да, спасибо. Я думаю, что партии Яблоко, как и другие партии системной оппозиции, как так, КПРФ, ЛДПР, отчасти справедливая Россия, могут иметь будущее при условии радикальной кардинальной смены федерального руководства и прихода представителей нового поколения. То есть потенциал есть, но он не будет реализован автоматически. Вот с этими лидерами? С этими лидерами, да. Потому что кто-то там говорил, что Белковский утомил. Я готов с этим согласиться. Но уж так, как Зюганов с Явлинским и Жириновским утомили, так и с Та Белковским не снилось. И эту усталость надо как-то снимать. 65 10 99 6 финам.фм средства связи. Здесь в реальном времени Станислав Белковский, Павел Исамара пишет. Будет ли у нового президента от оппозиции достойно опора в среде нынешнего чиновничества или ему нужно, необходимо приходить со своими кадрами? Ну, всех кадров он точно не заменит. Это моя реплика. Ну, собственно, теория рациональной бюрократии предполагает, что бюрократия обслуживает любое политическое руководство и вовсе не требуется тотальная замена чиновничества при смене. 20-летняя история, новейшая история это подтверждает. При смене высшей власти. Вопрос в смене политической системы в том, что мы должны перейти к парламентской демократии, поскольку воспроизводство суперпрезидентской республики образца 1993 года установленной Ельцинской конституцией будет неизбежно приводить нас к постоянному воспроизводству авторитаризма, замешанного на тотальной коррупции и кумовстве. Это правда, я с тобой здесь согласен. Добрый вечер, Аля. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Станислав. Меня зовут Денис. Очень приятно. Спасибо, Юрий, прежде всего, за вашу передачу. Регулярно слушаю, очень нравится. И спасибо, в частности, за эту опласть. Я хотел вам возразить по поводу вашего высказывания на тему того, что Навальный это вот некий такой король сетей и дальше вроде бы все. Вы знаете, недавно случилась такая ситуация. Я помогал старушке, старелой женщине донести ее продукты до дома. Там буквально было недалеко, но вот я решил помочь. Так. И я спросил у нее, вот вообще, как вы считаете, что у нас там происходит, как к власти относятся. Она говорит, вот, ну, ну, Путина и вот Единой России нет. Я в них разочаровался. Ну, вот, вроде бы, есть такой Навальный, и вот меня это поразило. То есть, она не вполне понимает, что это за человек, но она уже о нем, как понимал, слышала, и какое-то мнение у людей такого поколения уже начало сформироваться. А вот подождите, я вам встречу за вопрос. Я не нападаю на Навального, да, тем более, господин Белковский настаивает, что это наш с ним друг, да, но вот скажите мне, у нас в таком высоком, так у Зодченко говорилось, мои чувства к товарищу Баркасову в высшем смысле. Вот я хочу понять, вот чем он вас берет-то? У него, по большому счету, нет программы, да, он шарахается от всех этих партийных строительств и всего остального. Как говорит Станислав, в общем-то, справедливо, он такой волк-одиночка, по большому счету. Он дракон-одиночка, да, я не буду принижать ничего. Еще выше. Все-таки дракон поглавнее его. Я на полном серьезе хочу понять, вот несмотря на Станислава с его драконами, но вот чем он вас берет? Могу сказать лично про себя. Да. Вот это его идея, с которой все начиналось с борьбы с инструкцией, борьбы с чиновничьим беспределом, борьбы вот просто с жизнями, которые крадутся людей, в силу того, что крадутся какие-то возможности, все плохие люди, да, она намного популярнее всяких программ, каких-то непонятных лозунгов и там еще чего-то, каких-то расплывчатых идей, нежели вполне понятные сформулированные мысли. То есть мысль о борьбе с коррупцией вот единственное то, что вы получаете в итоге, да? Нет, не только это, но он рассказывает за независимые суды, ну, такие близкие для людей вещи, которые все интуитивно, даже понимают, возможно, там, не разбираясь в политике, в тонкостях, но это близко, то есть это то, что волнует. Вот, наверное, чем мы, ну, не только меня, а какого-то, мал-то, людей это привлекает, просто само по себе, без какой-то там программы или политики. Да, спасибо большое. Вот можно я прокомментирую это дело? Да, на самом деле, то, что сейчас прозвучало, очень важно, потому что в переводе с русского на белковский это означает следующее. Навальный привлекательен тем, что он похож на Путина, только молодого и того, в котором мы еще не разочаровались. Это, на самом деле, меня и смущает, потому что я не хочу видеть следующего лидера России такого же, как Путин. Ты помнишь, что, кстати, мой друг Саша Елен, создатель группы Рафак к 50-летию Владимира Владимировича в 2002 году написал песню «Хочу». 6 мая я с удовольствием их слушал на Болотной до известных событий. «Хочу такого, как Путин». Помнишь, мой парень снова влив в другие дела, нажрался, наглотался в какой-то мути. Вот он мне надоел, я его прогнала, и я хочу теперь такого, как Путин. Вот, я не хочу такого, как Путин, я хочу совершенно новую политическую систему, в которой, возможно, Путин, как герой Чехова... Ну, то есть, сомнения по Навальному ты опасаешься того, что этот человек может стать дубль-два. Его народ за это и любит. Он воспроизводит те же самые стереотипы. Стереотипы стандартного русского политического обучения. Поэтому вопрос «Ху из мистера Навального» также актуален, как и «Ху из мистера Путин». Где в основе лежит, во-первых, вера в чудо, во-вторых, тяготение к правде. Это, с одной стороны, дает Навальному огромный ресурс, с другой стороны, ставит вопрос, а то ли это, чего хочет поколение русских европейцев. Или она хочет парламентской республики, а не президентской. Командной игры, а не вождизма. И хочет ли она интеллигентного, мягкого обращения с собой, а не риторики в стиле «не забудем, не простим». Это вопросы, которые остаются слишком открытыми, чтобы я даже при всех усилиях моих слабых бицепсов мог их в одночасье закрыть. Вот Олег с тобой не согласен. Он пишет, что Алексей Навальный провел себя только в одном, придумал слоган «БЖИФ». Падет плохо. Да и в этой студии придумал. «Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алёна». «Меня зовут Елена». «Очень приятно, Елена». «Вы в эфире?» «Здравствуйте. Меня зовут Елена». «Да-да-да». «Здравствуйте, Елена». «Вы знаете, я не согласна совершенно с позицией Белковского, что Навальный это Путин. Ведь Путин это целое мировоззрение. Он еще с юности, с детства мечтал работать в КГБ. Ведь это совсем другой склад ума и мировоззрения. Поэтому сравнивать Наваль с Путиным это, конечно... Да, спасибо. Спасибо большое. «Когда бы не Елена, что трое нам, одна, ахейские мужи». Ну, возможно, Елена значительно лучше на это, Алексей Анатольевич. Никто интеллектуальной способности никто уже под сомнение не смеет. Те цитаты, которыми ты просто разбрасываешься... Нет, нет, нет. Ну, скажешь, русский уже утомил, надо продолжить утомлять. Да. Потому что нельзя соскакивать с тренды. Это, кстати, один из важнейших принципов политики. Я тебе как политолог и астрополитолога... Рекомендую, я бы сказал. Да, как говорил Моэм в театре, никогда не бери пауз, но если уже взял тени до конца. Но все-таки комментируя высказывания... Комментирую высказывания Елена. Возможно, она гораздо лучше знает Алексея Анатольевича, чем я. Я сейчас... Это первый тезис, поэтому я не берусь с ней спорить в принципе. Второе. Я сейчас заканчиваю книгу о Владимире Владимировичу Путине, где, в частности, изучается его детство и юность. Я утверждаю, что никогда он не рвался в КГБ. Мы с тобой договорились презентовать, ты ее будешь здесь. Да, да, да. Никогда не стремился там работать, и там все гораздо сложнее. А что сложнее, я сейчас рассказывать не буду, потому что это противоречит интересам издателей, которые уцепились за эту книгу. И, конечно, Навального и Путин нельзя сравнивать. Это люди разных поколений. Навальный гораздо более подготовленный и грамотный человек, чем Путин во многих вопросах. Я говорю о том, что это один и тот же тип лидера, апеллирующий к одним и тем же русским архетипам, не дающим выйти нам за пределы монгольской парадигмы развития. А нам нужно из нее выйти в европейскую парадигму развития, которую Россия а хочет, а заслуживает. Или получится, или не получится. Я не знаю. Николай из Орла пишет, что у Навального есть все, утверждает Николай. Уверен, что и программа у него тоже есть. За его деятельность я стал быть уверен, что он бережет информацию и выдает ее в нужный момент, а не бегает и машет ей, как системная оппозиция. Главное, на мой взгляд, перед Навальным стоит задача не войти в предвыборный процесс, а изменить его полностью, исключив оттуда воров. Уверен, как только он решит эту задачу, мы увидим программу. Слушайте, я с этим... Я потрясен. Да, в чем под шпионским камнем имени Аркадия Мамонтова. Я вообще... Но в целом, я согласен с тем, что если Навальный станет председателем Координационного совета оппозиции, это хорошо, потому что более талантливая политика... Но мы с тобой уже договорились, что он станет. Это вероятность высока. Ну, мы с собой договорились, ну, что мы будем узурпировать что-нибудь, потому что танки есть. Я вообще многим оппозиционерам говорю, что, ребят, договоритесь с Путиным через Машу Гессен, поскольку все вопросы сейчас решаются через нее, чтобы кого-нибудь вас назначили командиром Кантемировской дивизии. И вопрос о власти лишится за три дня. Это был Станислав Белковский. в реальном времени дали новости после итоги дня.